Я уверен, каждый из вас сталкивался с тем, что иногда кассиры в магазинах надрывают чеки. Это обычно происходит так. Вы покупаете какой-либо товар, после оплаты вам кассир выдает чек и тут же его надрывает. И только после подобной манипуляции вы можете забрать свою покупку. Так почему же кассиры надрывают чек? Давайте разберемся. В первую очередь нужно сказать, что кассовый чек является платежным документом. И рвать его, как и любой другой документ, не нужно. Да и просто незачем. Кассиры же надрывают чеки по привычке, приобретенные во времена Советского Союза. Дело в том, что в типичном советском магазине один кассовый аппарат обслуживал сразу несколько отделов. Сначала покупатель оплачивал товары и получал чек, а потом шел за своими покупками. Надорванный чек означал, что товар по нему выдан. Соответственно, воспользоваться чеком еще раз становилось невозможно. Какие проблемы могут возникнуть из-за испорченного чека? Испорченный чек не теряет своей юридической силы и является таким же документом, как и целый. Однако, надорванный чек нельзя будет отсканировать в специальных приложениях для получения кэшбэка. Но выход найдется и здесь. Данные в программу можно вбить вручную с единственной оговоркой. Это займет значительно больше времени. Поэтому, оказавшись на кассе в следующий раз, предупредите кассира заранее, что рвать ваш чек не нужно. И напоследок, интересный факт. Оказывается, что чеки опасны. Шведские ученые доказали, что кассовые чеки представляют угрозу для здоровья человека и могут повысить риск развития смертельных недугов. Дело в том, что в 90% чеков содержится бисфенол, опасное соединение фенола с ацетоном, которое способно проникать в кровь и внутренние органы через дерму. И в первую очередь риску подвергаются кассиры магазинов, которые вынуждены постоянно контактировать с этим вредоносным веществом. Причем, даже небольшой безопасной концентрации может оказаться достаточно, чтобы спровоцировать развитие серьезных болезней. В том числе, рассеянного склероза, рака, кожи и молочных желез. Кроме того, медики считают, что бисфенол может привести к выкидушу или патологии новорожденного. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока. Продолжение следует...